Здарова, мужики! Хочу сегодня поделиться своим впечатлением о недавно прочитанной мною книге. Точнее, даже так, я ее не прочитал, я ее прослушал. Кстати, делюсь с вами лайфхаком. Очень круто книжки не читать, а просто слушать их. Тогда вы можете слушать их где-нибудь в транспорте, в дороге, в тех местах, где вы просто не сможете читать книгу. И еще вы можете ускорять ее, например, на скорость 1.5-1.7. Ну, то есть, быстрее, например, почти в два раза. И вы будете прочитывать книги за 3 часа, которые будете читать пару недель, понимаете? Или за 5-7 часов. Огромные книги. Так вот, я прослушал книжку по бодибилдингу, которая называется «Думай». Написал ее такой автор британский Стюарт МакРоберт. Хочу поделиться с вами своим мнением об этой книжке, что я не думаю. И читать или не читать, да, ответить на этот вопрос для вас. Это лишь мое мнение. Я надеюсь, оно для вас будет полезно. Постараюсь максимально быстро, максимально сжато рассказать то, что я не думаю. Так, погнали. Во-первых, этот автор, он родился в Британии в 1958 году. И сами понимаете, сколько ему сейчас лет, да? Он активно занимался бодибилдингом. Больших результатов он не добился в плане выступлений на профессиональном поприще. Просто потому, что его задавили ребята, которые на стероидах показали гораздо более крутые результаты. Больше мышечной массы. А он, так называемый натуральный атлет, по крайней мере он так говорит, не добился таких результатов. Но я видел его фотографии, выглядел он очень и очень-очень круто. Если эта форма была достигнута натурально, то огромное уважение. И сейчас я хочу вам рассказать, как же он добивался этих результатов и о чем вообще была эта книга. Она была написана в 90-х годах. И тут же возникает вопрос о ее актуальности. Потому что книга написана в 90-х годах. Хоть это и третье издание, исправленное, я так понимаю, было книга «Думай». Но написана она довольно давно. И насколько она актуальна сейчас? Ну, ребята, можете сами задаться вопросом. В 90-х годах сейчас у нас уже 2019 год. И актуальность книжек, которая написана в 90-х годах, может быть, как вы сами понимаете, не очень-то соответствует реальности. Но все же очень многие вещи в ней, которые написаны, они, так называемая классика, которые соответствуют базовым принципам натурального тренинга, они не поменяются в принципе уже никогда. То есть то, что основные моменты, которые он рассказал в этой книге, они будут актуальны уже всегда. Но есть в ней как минусы, так и плюсы. Любую информацию, которую вы получаете, даже от меня я вам очень рекомендую перепроверять, потому что это может не соответствовать правде. Любую информацию, которую вы прочитали, услышали, ее нужно перепроверить, пропустить через себя, поискать, немножко напрячься, поискать самому информацию. И вот тогда действительно вы получите актуальную информацию. Итак, о минусах. Вообще, основной месседж книги. Давайте сразу с месседжа расскажу. Основной месседж книги о том, чтобы вы не пытались быть похожи на профи, которые тренируются совершенно иначе, не так, как натуральные атлеты. И это нужно понимать, что вы не профессиональный атлет. И, скажем так, это я начал с такого небольшого плюсика, да, сразу же. Если вы натуральный атлет, то вы должны тренироваться по-другому, не так, как тренируются профи. Основной месседж книги. И об этом говорится очень часто. Практически пол книги он говорит о том, что вы не профессиональный атлет, вы не на стероидах. И значит, вы не должны стремиться быть похожими на них и тренироваться так, как тренируются профессионалы. С этим я согласен, но сейчас предлагаю вернуться к минусам и, наконец, еще приправлю это все-таки плюсами Главный минус, который мне не понравился, это какая-то однобокость в книге То есть автор предлагает один метод, который должен приносить результаты на протяжении всей жизни, как он говорит Я считаю, что это довольно однобоко и все гораздо сложнее и шире Основное, что он предлагает, это тренировать базу, то есть работать со штангами Практически для новичков он говорит, вообще не трогать тренажеры, только работать с штангами, 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 штангами С базовыми тяжелыми весами и постоянно повышать вес То есть такая основная идея его тренировок такая Я считаю, что это не очень хорошая рекомендация Особенно если вы новичок в зале, если вы пришли в зал буквально первый месяц своей жизни, вы вообще ходите в тренажерный зал То я даже считаю, что вам не нужно даже пробовать тренироваться на штангах, на тяжелых базовых каких-то упражнениях Пытаться учиться становую делать, пытаться учиться приседания делать, жимы лежа учиться делать Вот как только вы пришли в зал, вот если вы вообще полный-полный чайник первый раз в зале Я аргументирую, почему Понимаете, тренажеры, если хорошие тренажеры, если они сделаны современным способом Если они качественные тренажеры, например, американские, которые сделаны по блочной системе То есть там, где вы веса, цепляете блины Эти тренажеры разрабатываются такими профессионалами, ребята И они анатомически созданы, чтобы масса ваша мышечная росла Эти тренажеры ни в коем случае не нужно пренебрегать Он не говорит, что нужно прям забить на тренажеры и вообще их не делать Но он говорит, что новичкам нужно их вообще не делать, новичкам А только на профессиональном каком-то уровне, шлифовать какие-то тонкости Дорабатывать точечную мыску Очень много тренажеров, ребята, очень много тренажеров На самом деле и есть базовые упражнения Если вы в тренажере делаете базовое движение, где работают, например, два ваших сустава Локти и плечи, например, жим Если вы делаете его в тренажере И там, например, у вас 80-100 кг Так какое ж нафиг это изолированное движение Это конкретно базовое движение Это просто механика У меня техническое образование И я вообще несложно понять, как можно говорить обратное Потому что Если это базовое движение, тяжелое Все, это базовое движение Не важно тренажера-то или штан Еще один аргумент Если вы делаете упражнения на тренажерах То вы научитесь делать правильно Правильную амплитуду движения Вы научитесь делать правильно чувствовать вес С помощью тренажера Потому что они вас заставят работать правильно Даже просто сядете в лавочку И он так сделан, чтобы вы анатомически уже делали все правильно Если вы новичок Я вам очень даже рекомендую первый месяц заниматься только на тренажерах Но они должны быть профессиональными Нормальными профессиональными тренажерами Не дешевыми, не самодельными Современными, желательно американскими Есть и на нашем рынке хорошие продукты Я не буду рекламировать Это уже тема, наверное, отдельного видео Так вот Нужно мыслить шире Если тренажеры вначале вы будете делать целый месяц Поверьте, это будет гораздо круче, чем вы будете долбиться с этими штангами Научитесь делать все правильно А потом переходите уже к штангам Итак, поехали дальше Еще один минус МакРоберт рекомендует очень часто делать становые тяги И приседания Вот по поводу приседания Ему пятерочка просто респект Потому что это действительно, на мой взгляд, самое лучшее упражнение в зале Понятно, есть люди, которые найдутся и скажут, что становое самое лучшее Но Я не делаю становую тягу абсолютно вообще Аргументы Во-первых, в этом движении, в этом упражнении Очень быстро можно вывалить за сотню килограмм веса У меня так и произошло Я начал делать за сто очень быстро Несколько месяцев я уже начал делать больше ста килограмм Так вот, вот в этом кроется дикая опасность Если Почитать количество минусов и плюсов от этого упражнения То сразу становится все очевидно Я считаю, что повредить спину в этом упражнении невероятно легко И стать инвалидом просто элементарно просто Но есть некие вариации становые, которые я бы делал и, возможно, буду делать в будущем еще Но сейчас я последние пару лет вообще не делаю становую тягу И я спрогрессировал, я набрал 15 килограмм за год 15 килограмм, ребята, мышцы Довольно сухой массы мышечной За 15, за год за 15 килограмм перевалило уже С помощью приседаний С помощью приседаний И это крутое, это крутое Крутая действительно рекомендация Так, поехали дальше Также он советует, например, делать жимы лежа И постоянно расти в этих Повышать в этих упражнениях вес То есть делать жимы лежа Для грудной, например, приседать Делать становые тяги Ну, вы поняли, суть уловили Базовое движение То есть Базу Хренач базу, да, отказу Да, стабильная рекомендация Так вот, все гораздо сложнее, на мой взгляд И делать жимами лежа Пытаться накачать себе грудные будет тоже достаточно сложно Это слишком однобоко Даже для новичков И это очень сложное упражнение Жимы лежа Это номер один по разрыву плечей И также рвутся сами грудные У меня Мой одноклассник порвал грудную В тренажерном зале То есть в школе это произошло, понимаете Когда ты молодой Когда у тебя связки Когда Кров кипит, да И ты берешь эту штангу, жим И рвешь себе грудную Ребята восстанавливаются очень долго после этого Там такие гематомы Поэтому Фильтруйте себе эту книжку Когда будете читать ее Так, поехали дальше О минусах еще Стюарт Макроберт Он работал В журнале Хартгейнер И там Я так понимаю Наверное Было очень много информации Получено про хартгейнеров Очень много полезной информации Которую мог бы поделиться в этой книге Но я как хартгейнер Эктоморф Высокий, да Не нашел для себя в этой книге Ничего Вообще ничего Чтобы можно было применить Именно для меня Основная мысль Что нужно повышать веса Ну это правильно, да Но опять же Повышать веса Ты можешь до какого-то предела Что ты будешь делать Когда ты достигнешь своего потолка То есть рекомендация Тоже довольно узкая Иногда нужно не повышать веса Нужно повышать объем тренировки Общий объем тренировочной программы То есть это все гораздо сложнее Написать про это в книге сложно Говорить о том Что нужно только повышать вес Это слишком большое обольщение Дать такой совет То есть ты просто посоветовать Иди давай зал, качайся И постоянно повышай веса Все гораздо сложнее, ребята Нужно вникать гораздо глубже Пытаться анализировать Тренировочную программу И делать ее более сложной А не такой простой Как показано в книге Но в этом есть смысл Веса действительно натурал Нужно повышать постоянно Ему нужно становиться сильным Мощным Работать с большими весами С большими нагрузками Чтобы был гормональный выброс Кстати о гормональных выбросах Практически ничего не было сказано В этой книге Сказано было, что стероидов Применять не нужно А как заменить Стероиды натурально Об этом я и слова не услышал В этой книге То есть самая главная суть Как всегда почему-то упущена В этой книге Если вы на моем канале Что-то смотрели уже Или не смотрели еще ничего Посмотрите, пожалуйста, видео Про гормон роста И как его повысить натурально Это видео может быть ключевым В вашей тренировочной программе Изменить все Результаты гарантированно пойдут И натуральным Очень правильным натуральным путем Так вот Про хардгейнеров Информации про хардгейнеров Нет практически вообще В этой книге Ничего полезного Он не сказал Почему? Почему опять про хардгейнеров забыли И эктоморфов? Ну есть же люди Которым тяжело набирать массу Есть люди Которые не худеют А которые не могут набрать вес Которые Скорее похудеют Чем наберут вес И таких людей много Почему так мало сказано Про это в этой книге Про хардгейнеров? Но Постараюсь об этом Рассказать я вам В своих видосах Так Погнали дальше Про плюсы Расскажу про плюсы В этой книжке Во-первых Очень хорошая Очень хорошая Действительно идея Донести до тех Кто тренируется натурально Что Не нужно быть Не нужно пытаться быть Похожим на профессионалов То есть вы должны четко понимать Что профи Они жертвуют Чем-то Получая такие крутые результаты И Не нужно пытаться Равняться на них А нужно скорее пытаться На людей Равняться Которые добились результатов Естественным путем Они возможно Не такие крупные Они Они может быть Сухие Как эктоморфы Эктоморфы Вообще не сильно объемные У них мышцы сухие И равняться на таких людей Искать таких тренеров В зале Вот я не тренер В тренажерном зале Да Я просто обычный Такой как и вы Хожу и тренирую сам Я никогда не занимался С тренером в тренажерном зале Но Я советую Я советую С тренером Если есть у вас возможность Если у вас есть деньги Все-таки позаниматься Хотя бы 2-3 месяца У меня как бы денег На тренеров не было особо Когда я начинал тренироваться Сейчас мне просто уже Это не нужно Но это вам может Сэкономить долго Очень много времени Ну или смотрите мои видосики Тогда вы тоже Сэкономите время Так вот Искать себе тренера Нужно действительно Не того Который тренирует Профессионалов И не профессионала То есть не тот Который Я не говорю Что они все тупые Нет Они знают Очень много Очень много Но не факт Что они умеют Тренировать Натурально Людей Это совершенно Другой путь тренировки Другая методика Другой подход Так вот Этот Огромный Жирный плюс Который Основной Мессиш книги Не пытайтесь Быть похожи на профи И понимайте Что программы Которые работают На них На вас Действительно Могут не сработать И вы можете Годами тренироваться По этим программам И ничего не будет Получаться И это круто Что он об этом сказал Так И Еще один плюс Такой Очень фундаментальный Правильный Правильный Очень хороший совет Который Я действительно считаю Что вы должны прислушаться Читая в этой книге Этот совет Означает Если вы Вдруг У вас не хватает Вдруг Ваш тренировочный режим Слишком плотный У вас слишком много тренировок Например Вы тренируетесь Там 5 раз в неделю И вы обычный Трудяга Который работает Которого Возможно Есть даже Подработки какие-то Или он не досыпает Или у вас есть Какие-то Если у вас есть Учеба еще Например Вы учитесь И пытаетесь Тренироваться То Скорее всего Вы тренируетесь Слишком часто И то Что он советует Что не нужно Тренироваться так часто Это действительно Крутая рекомендация Если вам Не хватает Еды Если вам Не хватает Питательных вещей Чтобы расти Самая крутая Программа Тренировочная Она может Не дать вам Результата Понимаете То есть Вам просто Не будет хватать Питательных веществ Вы не будете Расти Действительно А возможно Программа Крутая Вы просто Не доедаете Каких-то там 500 калорий И не будет Результата Понимаете Это ключевой Фундаментальный Фактор Который Вы должны Понять Или Вы хотите Результатов Вы тренируетесь Тогда Вы едите Больше Или Вы перестаете Тренироваться Вообще Потому что Если вы будете Тренироваться И тратить Много энергии В зале Но не будете Получать пищу Достаточно Компенсировать Это все То это Ребята Не здоровье А вы будете Действительно Себя убивать Вы будете Постепенно Постепенно Свои ресурсы Использовать До такой степени Что вы начнете Болеть И это В этой книге Сказано Об этом И это Очень круто Что об этом Было сказано Что Возможно Вам нужно Тренироваться Даже Три раза В две недели Представляете Три раза В две недели Кто так Тренируется Вообще Это Крутой Это Крутой совет Я Скажу о себе Я тренируюсь Два раза в неделю У меня Четыре дня Четверо суток И второе суток Перерыва Между тренировками Я Долгое время К этому шел К режиму И когда я пришел К двум тренировкам В неделю Я выровнял Так свое питание И свои тренировки Что я начал Постоянно расти И это Очень крутой совет Я вам тоже советую К нему прислушаться То есть Вы тренируетесь Лучше Меньше Лучше Лучше реже Сходить в зал Хорошо покушать Хорошо набрать Лишний калораж Да То есть У вас должно быть Больше калорий Чем вам нужно И тогда Когда у вас будет Профицит Больше калорий Чем вам нужно То есть Вы тратить будете Меньше Чем Калории Будете тратить Меньше Чем получать То Физиология Организма Так устроена Что вы будете Расти У вас будет Идти результат И будет Расти мышцы Натурально По другому Не получится Понимаете Или вы Питаетесь Хорошо Или вы Питаетесь Плохо И вы не Растете Это фундаментальный Базовый Принцип Который Приведет Вас К успеху Найдите То количество Еды При котором Вы будете Расти Это действительно Хорошая Крутая Рекомендация Очень хорошая И возможно Вам нужно Ходить в зал Пореже И тогда Будет Хорошая Качественная Мышечная Масса Расти постоянно На протяжении Всей вашей жизни И Это очень Крутая Рекомендация В целом Общее впечатление К ней Если бы Я ее Прочитал Допустим Когда я Только начинал Тренироваться Возможно Она была бы Мне Более полезной Конечно Чем сейчас Слишком много Мне вынести С нее сложно Потому что Пользы Потому что Я уже Тренируюсь Больше Десяти лет И Постоянно Конечно же Только натурально Я думаю По мне это видно Что натурально Никогда не пробовал И не собираюсь Пробовать никакой дряни Мне хватает Того что есть Я не гонюсь За суперрезультатом Мне нравится Быть здоровым Мне нравится Быть в хорошей форме Не слишком Быть объемным Меня это устраивает И Чего и вам желаю Я тоже хочу Чтобы вы Добивались Крутых результатов Чтобы это был Постоянный прогресс И В целом Я могу сказать Что я рекомендую Вам эту книжку Все таки прочитать Просто Имейте свое мнение Если вы еще не прочитали Конечно Имейте свое мнение Не верьте каждому слову Но Есть огромные плюсы В этой книге Он там дает Программы Тренировок В принципе Это тоже Довольно Довольно Похвально Что он поделился Программами Многие вещи Дал по питанию Полезные Которые я бы тоже Хотел бы знать Допустим Когда я тренировался Еще в школе Если вы тренируете Скажем так Год Два То книжку Все таки Я вам рекомендую Прочитать Я ставлю в общем Где-то 7 баллов Из 10 Эта книга Считается номер один В мире Вообще Был Дебил Но Я считаю Информация Немножко уже Неполноценная Неполноценная Есть уже более Совершенно новая Информация Которая Быстрее вас Приведет к успеху Если вы будете Понимать эти принципы Следите за моими Видосиками Я постараюсь С вами делиться Такими штуками И Я желаю вам Крутых результатов Ребята Берегите себя Пока А да И подписывайтесь На мой канал Обязательно Ставьте лайки Я чуть не забыл вам Сказать об этом Ребята Все пока